Продолжение следует... Управляй, мир Твой пошли, мудрость Твою дай нам и благослови, чтобы мы могли уже в следующую субботу собраться вместе и прославить Тебя достойной хвалой. Благодарны за Твою любовь и милость, за заботу Твою к нам. Во имя Христа просим. Аминь. Ну что, друзья, мы в прошлую субботу с вами говорили о Давиде. Мы говорили о том, что Давид был очень такой, знаете, неординарной личностью. Давид, который в 17 лет вышел и победил Голиафа, это нечто, конечно. Это великое благословение, которое Бог даровал народу израильскому, что у них был такой вот человек Давид. И, конечно, можно сказать, что Бог видел сердце Давида, видел его желание, стремление, видел его хорошие такие добрые побуждения сделать что-то хорошее для народа. Но скажу вам, что Давид тоже был несовершенен. И вот мы сегодня с вами продолжим эту тему, тему Давида. Первый стих, который я хотел бы прочитать, этот стих относится не только к Давиду, но он относится ко всем нам. Это стих, записанный в послании апостола Павла к Коринфянам, где апостол Павел говорит. «Кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть». Действительно, такие простые слова, но как много они значат. Потому что кажется, что ты посетил служение, ты помолился, и ты уже чего-то достиг, и кажется, что уже вот у тебя верх такой, знаете, духовного совершенства. Но в следующую секунду ты можешь упасть. Давайте вот посмотрим на жизнь Давида. Когда мы в 17 главу читали с вами первые книги Царств, Давид победил Голиафа, и написано, что Давид еще такой скромный был, когда спрашивает его Саул, «Кто ты?» Он говорит, «Я сын раба твоего Исея из Вифлеема». Он, так знаете, с такой скромностью, кротостью говорит о себе. И уже в 18 главу мы читаем, написано, что со второго стиха, что Саул его берет к себе. Он уже его не отправляет домой. Говорит, «Все, ты со мной». Сын Саула Иоаннафан говорит, «Давид, ты будешь моим другом». Полюбил его Иоаннафан. Иоаннафан снимает с него со себя одежду. Дает ему свою одежду, царскую одежду. Дает ему свое оружие, меч, лук, пояс. И вот, друзья, я задаю вопрос, а как же Бог смотрел на эту ситуацию? Давайте я вам прочитаю 5 стих 18 главы. Написано, «И действовал Давид благоразумно». Давид поступает мудро везде. Бог его благословляет. Написано, «Куда бы ни посылал его Саул, он действует благоразумно». Все прекрасно, все замечательно, все хорошо. Его Саул делает военачальником. Народ радуется. Все хорошо. Вообще интересно, 18 глава, она очень уникальная глава. Она повествует о следующих таких шагах в жизни Давида. Знаете, карьерный рост, можно сказать, у Давида был вообще мгновенный. Представьте себе, в 17 лет тут царь его поднимает. Дает, делает его военачальником. Сын царя вообще дружит с ним. Потом царь говорит, слушай, надо тебя, чтобы ты женился. И чтобы жена у тебя была, дочь моя. И написано, хотел он, думал, за одну дочь, но другая дочь вышла замуж. И он за меньшую дочь, милхола, полюбила Давида. И вот они поженились, все, уже семья, все замечательно. Представьте себе, что происходило в умах братьев. Вот в умах братьев, братьев Давида. Старшие братья, вдруг они понимают, что они так и пошли домой в Вифлеем. Уже теперь они пошли пасти овец или что-то там еще. А их меньший сын так поднялся. Оставим братьев, но представьте себе, что о чем думает Давид. Давид, наверное, тоже думает, какой у меня быстрый рост. Ну, вы знаете, едет однажды Давид с Саула. И вот я вам прочитаю реалии жизни. С 6 стиха 18 главы. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, Женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю с пениями, плясками, с торжественными кимпанами и кимбалами. И восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился. Неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство. И с того дня. И потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Итак, Давид живет, а на него царь смотрит подозрительно. Ох, знаете, как бы сказать, не хотелось бы попасть в роль Давида. С одной стороны, такой карьерный рост, а с другой стороны, на тебя подозрительно смотрит царь. Но дальше. Написано, и было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. Давид играл рукою свою и на струнах, как в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье. Подумал, пригвожу Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Друзья, вы представьте себе. Представьте себе, что происходит. Что происходит. Давид живет. А теперь уже и копье бросает Саул. Подозрительно смотрит на него. Ох, ему было непросто. Ох, ему было непросто. И вы знаете, проходит еще какое-то время. Образуется такая ситуация, что опять наступает война. И написано в 30 стихе 18 главы первой книги царств, что Когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода действовал благоразумнее всех слух Сауловых. И весьма прославилось имя Давида. Но Саул думает, надо погубить мне Давида. И что же делает, что делает Саул? Он решает убить. Он решает убить Давида. Мы понимаем, что во многих случаях Давид олицетворял Христа. Да, где-то так. Но вот хочу вам рассказать одну историю сегодня на основании Священного Писания, Где Давид, где Давид не проявил должного отношения к Слову Божьему. И Давид, можно так сказать, где-то даже не прославил Бога. После всего, что вот этого случилось, Давид убегает, убегает из дома Саула. Помогает ему жена его, Милхола. Он убегает. И вот сегодня я хотел бы вместе с вами остановиться на 21 главе первой книги царств. Конечно, и Анафан помогает, поддерживает Давида. Но он говорит, слушай, Давид, друг ты мой. Хотя я и сын своего отца, хотя я и люблю тебя, но ты должен убежать. Он принимает непростое решение, Давид. Он убегает. Вообще, я задаю вопрос, была ли воля Божия, что Давид убегает из дома Саула? Мог ли Бог разрешить эту проблему? Друзья, знаете, когда в нашей жизни есть... Вот помните, мы прошлую субботу говорили, когда в нашей жизни возникают трудности и проблемы, как Голиафы, Бог всегда решает эти проблемы. Бог мог решить и эту ситуацию, если бы... Если бы Давид доверился Богу. Но на вопросе, если бы... Почему мы говорим, если бы... Если бы Давид доверился. Вот первая ситуация. Давид убегает от Саула. И написано в 19 главе, перед тем, как мы коснемся 21 главу подробно. Написано, Давид убегает. Куда он убегает? Кому ему бежать? Он знает, что побежать к отцу, отец его не защитит. Братья, братья не защитят. Куда бежать? И вот давайте прочитаем 19 глава. Написано 18 стих. И убежал Давид из Спасии, пришел к Самуилу в Раму. И рассказал ему все, что делал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Нафафе. И так он прибегает, он прибегает к Самуилу. Узнает об этом Саул. Посылает своих слух и говорит, пойдите, возьмите Давида. Одни слуги приходят, а Саул, а Самуил с Давидом общается. Молятся, наверное, что-то читают. Разговаривают, славят Бога. И в это время Дух Божий сходит на этих людей, слух Сауловых. И они пророчествуют. Саул посылает второй раз. И на этих слух сходит Святой Дух. Саул посылает третий раз, чтобы взяли Давида. И на третьих слух сходит Святой Дух. Саул в ярости такой. Сам идет. Приходит. И на него сходит Святой Дух. И написано, что 24 стих 19 главы. И снял надежды свои. И пророчествовал пред Самуилом весь тот день и всю ночь. Поэтому и говорили, неужели и Саул во пророках. Вы представьте себе. Приходит Давид к Самуилу. И Самуил ему говорит, а бежать не надо. Давай доверимся Богу. Бог силен разрушить любые проблемы. Давай доверимся Богу. Будь со мной. Чуть-чуть времени прошло. И Давид забывает этот случай. Эту ситуацию забывает, что с Богом реально все прекрасно. Что с Богом спокойно. И что он делает? Он убегает. Поразительно. Просто поразительно. И вот хочу сейчас 21 главу открыть. И 21 глава повествует того, что Давид уходит, убегает от Саула. Написано, пришел Давид в Номбу к Ахимелеху. И смутился Ахимелех при встрече с Давидом. И сказал ему, почему ты один и никого нет с тобою? И сказал Давид Ахимелеху, священнику, царь поручил мне дело. И сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя. И что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой? Дай мне хлебов пять, или что найдется. И отвечал священник Давиду, говоря, нет у меня под рукой у простого хлеба. Есть хлеб священный. Если только твои люди воздержались от женщин. И сказал Давид священнику. И сказал ему, женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня со времени, как я вышел. И сосуды от раков чисты. А если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах. И дал ему священник священного хлеба. Ибо не было у него хлеба, кроме хлебов, предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день пред Господом один из слух Сауловых по имени Доик и Думиянин. Начальник пастухов Сауловых. И сказал Давид Ахимилеку. Нет ли у тебя под рукой копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия. Так как поручение царя было спешное. И сказал священник. Вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине Дуба, завернутый в одежду позади Ефода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь. И сказал Давид. Нет ему подобного. Дай ему мне. Дай его мне. Друзья, вы представьте себе. Интересная ситуация происходит. Убегает Давид. Забывает. Забывает, друзья. Что Бог мог защитить. Он убегает. Прибегает к священнику. И начинает обманывать. Священник ему говорит. А что ты здесь? А он говорит. Меня царь послал. Друзья. Этот обман очень дорого стоил. Этот обман очень дорого стоил. Как для самого священника. И для Давида. Для всей семьи священника. Вы знаете. Дух пророчества. И на Вайт-Миге Патриархии Пророки говорит. Пишет. Что если бы Давид честно сказал. Меня Саул хочет убить. Если бы Давид честно сказал. Ты знаешь. Я по своей здесь воле. Что мне сделать. Как мне быть. Как мне поступить. Спросил бы совета. Я думаю. Что Ахимилей бы по другому отнесся к Давиду. А так. Он обманывает. Он обманывает священника Божия. Помазанник Божий. Обманывает. Знаете. Это не просто страх наполнил сердце Давида. Я хочу вам сказать. Когда Давид не доверяет Богу. Когда Давид не просит совета у Бога. Когда Давид может так сказать. Изгоняет из своего сердца Духа Божия. Дух сатаны начинает входить. Знаете. Такой хитрость. Лукавство. Коварство. Забывает все дивные чудеса Божии. Которые были в жизни. И он обманывает. А как смотрит Бог. Я смотрю. Ахимилей. Я думаю. Что Бог ему тоже дал туда мудрость. И он говорит. Слушай. У меня есть хлебы. Они священные. Хочешь возьми их. Но есть определенные условия. Но на тебе. Я хочу тебя покормить. На. Бери. Давид дальше говорит. Слушай. Оружие. Есть у тебя оружие. Ахимилей говорит. Зачем мне оружие. Никакого оружия нет. У меня единственное что есть. Это память. О чудесных Божьих делах. Благодаря тебе. Давид. Вот меч Голиафа. Давид наверное сразу вспомнил. Победу. Как Бог даровал эту победу. Как Давид шел во имя Господа. Помните. Голиаф идет. Проклинает. А Давид говорит. Я иду во имя Господа Бога. Сразу все вспомнилось. Потому что знаете. Все вещи они на что-то напоминают. Давид сразу вспомнил. Но тут же забывает. Тут же забывает. То что Бог сделал через него. Тут же забывает. Берет этот меч. И убегает. Страх наполняет. Боязнь наполняет его душу. Его сердце. Колеблется может быть вера. У Давида. И он уходит. Друзья. Это не просто история жизни. Помазанника Божия. Это наша с вами порой жизнь. Когда мы чего-то боимся. Когда мы не доверяем Богу. Даже когда мы можем прийти в церковь. Но продолжать лукавить. Иметь какой-то тайный грех. Или что-то еще. Можем иметь. И вот происходит. Похожие вещи. Что и Давида. Но на этом обман не заканчивается. Знаете. Грех как снежный ком. Он накапливается. Он ведет дальше. Ко греху. Если ты не каешься. Если ты не останавливаешься. Написано дальше. Давид убегает дальше. С 10 стиха написано. И встал Давид. И убежал в тот день от Саула. И пришел к Анхусу царюгевскому. Убегает уже в другое государство. Убегает к язычнику. Убегает к грешнику. Прибегает к грешнику. А что Анхус? Сказали Анхусу слуги его. Не это ли Давид тот царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили. Саул поразил тысячи. А Давид десятки тысяч. Давид положил слова эти в сердце своем. И сильно боялся Анхуса царягевского. Друзья. Представьте себе. Прибегает туда. И ему, знаете, о напоминании. Вот Бог постоянно ему напоминает. Через священные хлебы напоминает о силе Божией. О защите Божией. Давид это отвергает. Через меч Голиафа напоминает ему о Боге. О чудных своих делах. Давид опять забывает это. Не хочет вспоминать. Не хочет вспоминать. Тут прибегает к Ахимилеху. И ему опять напоминание. Ему говорят. Слушайте. Люди пели. Народ пел. Что Бог через Давида совершил великое. Победил Голиафа. Ему пели. Что Давид победил десятки тысяч. Друзья, вы посмотрите. Если в сердце нет присутствия Духа Божия. Если в сердце нет Бога. Что происходит в сердце? Написано 12 стих. Давид положил слова в сердце своем. Сильно боялся анхуса Царегевского. Представьте себе. Опять боится. И что делает здесь Давид? Давид пускается в хитрость. Бог не оставляет Давида. Даже когда, смотрите. Даже когда Давид обманывает. Убегает. Хитрит. Когда в душе его страх. Бог не оставляет. Он идет рядом. Он напоминает через хлебы. Через меч. Через людей. Даже язычников напоминает. Бог продолжает и нам напоминать. Когда мы падаем. Грешим. Сомневаемся. Наполнены страхом. Друзья. Если кто-то еще имеет грех. Коварство. Лукавство. Хитрость. Обман. Бог продолжает стучать в сердце ваше. Он говорит. Я рядом. Я рядом. Доверься мне. Я рядом. И смотрите. Что делает Давид у анхуса. Мог бы он тогда сказать. Да. Это я. Это Давид. Он мог засвидетельствовать. И сказать. Друзья. Я победил силой Бога. Я хотел вот сейчас вам рассказать об этом. О своей вере мог рассказать. Знаете. Он мог много рассказать анхусу. И всему окружению. Но он этого не делает. Почему? А потому что есть грех в сердце. Потому что есть страх. Потому что есть боязнь. Потому что есть сомнение. И что делает помазанник Божий. С 13 стиха написано. И изменил лицо свое пред ними. Притворился безумным. Притворился безумным в их глазах. Чертил на дверях. Пускал слюну по бороде своей. Это нужно быть. Знаете. Каким. Каким. Очень изысканным таким актером. Я бы наверное не смог. Потому что я не знаю повадки безумных людей. А он сразу узнал. Изменил лицо. Такой стал. Безумный. Чертил на дверях. А что чертить. Пускал слюну. И сказал он. Хусра вам своим. Видите. Он человек сумасшедший. Зачем вы его ко мне привели. Разве мало у меня сумасшедших. Что вы привели его. Чтобы он ерод стал предо мною. Неужели он войдет домой. Убирайте. Не хочу его видеть. Не хочу его видеть. Друзья. И вот. Давид оставляет. Бог так решил. Бог повелел. Мы с вами говорили. Где же Бог был. Бог был рядом. Бог никогда не оставлял Давида. Человек порой может стоять. И может упасть. И мы с вами можем упасть. И помазанник с вами Божий может упасть. Каждый может падать. Каждый может падать. Мы не застрахованы от ошибок. В любой момент. Сатна может овладеть нами. Но есть Бог рядом. И Он желает. Чтобы мы в этой ситуации. Могли что-то сделать. Какой выход из этой ситуации. Друзья. Хочу вам сегодня рассказать о выходе. Давид нашел выход. Можно так. Вернее сказать. Бог нашел выход для Давида. Давид после того, что посетил Анхуса. Написал. Давид, что посетил Анхуса. Написал один из самых прекрасных псалмов. Которые мы читаем в Священном Писании. Это 33-й псалом. Написано, что. Псалом Давида, когда он притворился безумным. И пред Давид Милехом был изнан от него. И удалился. Когда он был там перед Анхусом. Когда он убежал. Когда он там был. Что делает Давид? Давид кается. И начинается его молитва покаяния. С прославления Бога. Он говорит. Я благословлю Господа во всякое время. Хвала ему непрестанно в устах моим. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Друзья, Давид проанализировал ситуацию. Он вспомнил, что Бог не оставлял его. Напоминал ему. Он вспомнил, когда он обманывает Ахимелеха. Ахимелех ему хлебы дает. Меч дает. Он понимает, что Бог рядом. И он говорит. Господи, я был грешник. А ты меня не оставил. Ты подсказывал мне. Ты напоминал о чудных своих делах. О победе над Голиафом. Ты помогал мне. Я хвалю тебя. Я благословляю тебя. Друзья, мы так не поступаем. А Бог так поступает. Второй момент. Давид славит и благодарит Бога. Второй момент. Хотелось бы сказать. Давид кается. Мы читаем здесь 18-19 стихи. Написано. Взывают праведники. Господь слышит. От всех скорбей их избавляет. Близок Господь. К сокрушенным сердцем. И смиренных духом спасает. Давид говорит. Я теперь имею сокрушенное сердце. Я смиренный духом. Я уже не горжусь ничем. Нет. Мне нечем нечего родиться. Я смиренный. Я сокрушенный. Друзья, Давид кается перед Богом. Первое. Давид анализирует и вспоминает Бога. Вспоминает чудные дела. Защиту Бога. Вспоминает напоминание Божие. Вспоминает, что Бог и не оставляет его. Второй момент. Он кается перед Богом. Он смиряется перед Богом. Он искренне это делает. Третье. Друзья, он начинает доверять Богу. Начинает доверять Богу. И он не просто начинает доверять Богу. Он уже и другим людям говорит. Доверьтесь Богу. С 8 стиха написано. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Друзья, здесь он начинает опять говорить. Я хочу бояться не людей. Я хочу бояться Бога. Что сделает мне человек, если я буду бояться тебя? Не убоюсь. Потому что я тебя буду бояться. Я уважать буду, почитать, любить, доверять. И он говорит. Ангел Господень будет ополчаться вокруг таких людей. И дальше он говорит. Вкусите и увидите, как благ Господь. Он всем говорит. Сделайте вывод. Вкусите Господа. Прикоснитесь к Слову Его. Прикоснитесь в молитве к Богу. Бог поможет вам. Бог даст вам силы. Бог защитит вас. Он спасет вас. Борогие друзья. Каждый из нас сегодня может быть на той позиции, как и был Давид. Мы можем где-то, может быть, обманывать. Хитрить. Лукавить. Иметь страх перед неизвестностью. Иметь боязнь. Иметь страх от каких-то проблем. Мы можем и обманывать в жизни близких. Бога. Друзья, но Бог все знает. Помните. Бог никогда не оставляет вас. Никогда не оставляет меня. Каждого никогда Бог не оставляет. И Саула он не оставлял. Если бы Саул всем сердцем обратился к Богу, покаялся, Бог бы и Саула не оставил. Очень жалко, что Саул не покаялся. Очень жалко, что Саул не обратился. Очень жалко. А Давид сделал вывод. Он понял, что Бог не оставлял. Принял любовь Божию. Он понял, что Бог рядом всегда. Он смирился. Он доверился Господу. Он славил Господа. Друзья, конечно, скажу вам, что после этого псалма Давида еще было несколько падений. Были падения. И падения еще были с Версавией в будущем. Падения с детьми у него были. Падения с исчислением Израиля были. Друзья, но Давид продолжал искать хороших отношений с Богом. Он продолжал доверять Богу. Знаете, вот эта молитва. Сердце чистое сотвори во мне Божий, Дух правый, обнови внутри меня. Она является и сегодня актуальной для каждого из нас. Желаю, чтобы мы продолжали доверять Господу. Продолжали каяться. Продолжали хвалить Господа. И, друзья, наша сила только в Боге. Какие бы трудности и переживания ни были, доверяем Господу. Бог силен защитить и избавить нас от любого страха. Помните, в присутствии Божьем страх убегает. И Иоанн говорил, в любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх. Совершенная любовь изгоняет страх. Пусть благословит нас Господь, чтобы мы были наполнены Божьей любовью. Тогда у нас не будет страха. Мы не будем бояться. Мы не будем скитаться. Мы не будем лукавить, хитрить, обманывать. Будет Божье присутствие. Все в нашей жизни будет по-другому. Пусть Господь благословит нас. Пусть Господь поможет нам почувствовать Божье присутствие. Хочу закончить стихом из 33-го псалма, 9-й стих. Давид говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Вкусите и увидите, как добрый Господь. Вкусите и увидите, как любящий Господь. И Бог будет с каждым из вас. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, славим и благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя, Господи, что Ты нас никогда не оставляешь. Даже когда порой мы забываем о Тебе. Даже когда мы порой обманываем кого-либо. Даже порой, когда по нашей вине, может быть, с другими людьми случаются трудности и переживания. Господи, прости нас и помилуй. Из-за греха Давида вся семья священника погибла. Господи, порой из-за наших грехов, из-за нашего плохого влияния, тоже кто-то гибнет. Господи, помилуй и прости нас. И благослови, чтобы мы доверяли Тебе всегда. Благослови нас, Господи, чтобы мы были всегда наполнены мудростью Твоей. Чтобы мы переживали такие опыты, как и Давид, когда он находился в присутствии Самуилом с Тобой. Он не боялся. Он знал, что Ты рядом. Ангелы Твои ополчаются и защищают, наполняя нас миром и защитой Твоей. Благослови нас, Господи. Защити каждого. И даруй нам в сердце радость Твою, любовь Твою, истину Твою и защиту Твою. Благослови каждого из нас. И благодарим Тебя, что любишь нас. И мы, Господи, просим все во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...